Первый Mi Band вышел в 2014 году и представлял бесполезное вот это, которое в основном покупали из-за низкой цены. Разумеется, и я в том числе. И вот спустя 8 лет появилась первая модель с GPS модулем. И то в рамках более дорогого про ответвления. Что из этого получилось на практике вы узнаете в этом видео. И это стало возможно благодаря магазину гаджетов BigGeek. Спасибо ребятам за оперативно предоставленный на тест девайс. Этот и многие другие устройства и аксессуары к ним можно заказать на сайте по ссылке в описании. Корпус новинки стал крупнее и теперь это можно назвать смарт-часами. Хотя по функциональным возможностям это все еще более крупный фитнес-трекер. Дизайн, к сожалению, безликий. В отличие от узнаваемого браслета без приставки Pro. Вес минимальный, 30 грамм и на руке никаким образом не ощущается. Ну разве что после обычных маленьких Mi Band'ов можно почувствовать этот фитнес-трекер тогда, когда вы ложитесь спать. Но к этому очень быстро привыкаешь. Поверьте мне, человеку, который спал с гарминами. Радует только металлическая рамка вокруг дисплея, который посадили поверх корпуса из высокопрочного полимерного волокна, он же пластик. Влагозащита прежняя, 5 атмосфер, плаваясь в бассейне или на открытой воде, не погружаясь можно. За исключением соленой воды. Физических кнопок нет, только микрофон. Для голосового ассистента, который даже английский не понимает. Отсутствующий динамик это все так же боль, а узнавать о входящих уведомлениях или звонках вы будете через старую добрую топорную вибрацию. И ничего там хорошего нет. Часы получили новый тип крепежа. Снимается тяжеловато, но держится хорошо. У меня за месяц не расшатался. Как у вас, пишите в комментариях. Кстати, могли бы в ремешок спрятать USB-C интерфейс для зарядки. Все-таки сейчас заряжать часы нужно уже значительно чаще. На ремешке фиксатор из матового пластика. Держится нормально, разве что царапается легко. Диагональ дисплея увеличилась до 164 дюйма. Плотность пикселей 326 ppi. На адекватном в использовании расстоянии сетка не различается. Яркость 500 нит. Ее на солнце хватает даже если смотреть через очки. Есть датчик освещенности для автоматической регулировки яркости. Работает адекватно. Есть Always On Display. Его стиль определяется дизайном выбранного watch face. Их разработали более 180 штук. Но на солнце, да и в целом в светлый день его не видно вообще. Функция будет полезна только для помещений. Рамки вокруг экрана есть. Подбородок ярко выражен. Их размер адекватен. На черных watch face вообще не обращаешь внимания. Переходим к киллер фиче. GPS. Запускается долго. Около двух минут. Здорово, что предупреждает, что еще не словил сеть. А то Apple Watch просто начинали тренировку. А потом оказывалось, что 100 метров бега не оттречилась на карте. Наконец-то бегать стало приятно. В том числе есть поддержка навигационных систем Galileo, Baidu, Glonass, а также QZSS. В приложении Mi Fitness отображается маршрут. Можно активировать километровые метки. Выбрать слой спутник. А вот поделиться дадут только фотографии, а не GPX данными трека с зашитыми координатами GPS. Записывается пульс. Пульсовые зоны. С GPS стало возможно точно отслеживать темп на сплитах. Есть график каденса, что немаловажно при беге. Настройку беговой тренировки мало. Цель, на расстояние, время или калории, или просто свободный бег. Еще имеется вибропредупреждение по дистанции, темпу пульсовой зоне или предельному пульсу. А также автопауза. Есть вся важная информация. Теперь уже точное расстояние, сплит темп, пульс, пульсовая зона. Такие нигде не нашел в интерфейсе возможность поменять диапазоны каждой пульсовой зоны. Плюс она автоматически не подстраивается, скажем так, под ваши персональные тактико-технические характеристики, как это есть на Apple Watch. Каденс и средний темп. Пункты, к сожалению, не поддаются настройке. Я слабо представляю, какому бегуну нужны пройденные шаги. Калории тоже под вопросом. Во время бега прокручивать список неудобно. Зато адаптировали Always On Display под бег. И вот это круто. В общем, с GPS теперь и есть смысл брать Mi Band, если вы хоть минимально занимаетесь спортом. И теперь этот фитнес-трекер по-настоящему можно назвать фитнес-трекером, а не просто игрушкой, которая говорит «стань и ворушись». Из своего личного уже практически месячного опыта использования могу сказать, что GPS тречится адекватно, так же как и на Apple Watch. Плюс то же самое касается и пульса. Разве что нагрудный датчик повесить нельзя. Вот это, конечно, минус. А так как стартовое устройство для начинающего бегуна, оно выше крыши. По времени автономной работы. 3-4 дня. Тогда, когда я не бегал, то есть не использовал GPS, у меня в сутки уходило ровно 25%. При этом в настройках активированы все функции и я еще спал с часами. То есть тречится фаза сна. Как только начинаешь бегать, от 30% в сутки уходит. И чистыми получается всего 3 дня. Не неделя, и уж тем более не месяц автономной работы. Или сколько-то на официальной презентации. Две недели, по-моему, мы говорили. И это уже показатели обычных смарт-часов. Ну, не Apple Watch, но Samsung. С их трех днями. Ну, там 2-3 дня еще зависит от того, какой размер часов. И это печально, потому что те же Huawei Watch GT3 Pro. Недавно мы делали полноформатный обзор. Могут в 5 дней автономной работы с тренировками, с разумеется, с GPS. Ну, и стоят они, конечно, дороже. У модели новая магнитная, как и ранее, односторонняя зарядка. От других трекеров Xiaomi не подходит. Небольшое время автономной работы хоть немножечко, но компенсируется быстрой зарядкой. 64% за 30 минут и до 100% они заряжаются за 70 минут. Единственное, чего не хватает, это режимы на госбережение. Это последнее сообщение, которое вы получите перед отключением девайса через час. Могли бы сделать хотя бы возможность отображения времени после полной разрядки, без каких-либо умных функций. А так получается хуже, чем в Apple Watch. Там хотя бы еще полдня можно нажимать на кнопку и через 2-3 секунды увидеть хотя бы время. А здесь просто получается кирпич. По операционке особо рассказывать нечего. Это те же Mi Band 7, которые адаптировали под большой экран Pro версии. Есть изменения в навигации. Слева пункт управления. С фонариком, будильником, режимом не беспокоить, кнопкой отключения или включения Always on Display, поиском смартфона и системными настройками. Справа виджеты, причем карусели нет. Упираешься в конец и давай свайпать обратно. Сверху центр уведомлений. Открывать сообщения полностью нельзя. Отвечать также. Ну, по крайней мере на iPhone. Снизу открывается список приложений. Названия пропали, остались только иконки в 2 ряда. Часы теперь есть в каждом приложении. Сворачивать тренировки или секундомер по-прежнему нельзя. Хорошо, что хоть таймер можно. Софтверных проблем на старте просто километр. И Xiaomi прям вообще не торопится их справлять. Уже прошло такое большое количество времени, а количество багов как-то не уменьшается. Ну, скажите спасибо, что хотя бы не увеличивается. Так, разумеется, все пофиксят, как было с предыдущими Mi Band'ами. Нужно ждать. Нет русского языка. Пока только китайский и английский. Надеюсь, после глобального релиза русский прилетит ко всем, как это было раньше. Долго не понимал, как это сделать на айфон. Но оказалось, необходимо пройти в системные настройки айфона, поменять язык системы на английский, запустить приложение Mi Fitness, синхронизировать фитнес-трекер, на нем отобразится английский язык, затем вернуться в системные настройки айфона и заново поменять язык на русский с английского. И тогда английский язык все равно останется на Mi Band'ах. Ну, это лучше, чем китайский. Подлагивание километр, особенно в центре уведомлений и с его прокруткой. Также попадаются нагромождения значений в интерфейсе. Самая главная проблема, которая меня больше всего расстраивает, это постоянные разрывы по Bluetooth. Даже не так. То, что не разрывается, это нормально. Не восстанавливается Bluetooth-соединение. Хотя вроде бы проходишь в системные настройки. Сопряжение есть, но часы не получают уведомления. А затем открываешь приложение Mi Fitness и пачка уведомлений сразу к вам прилетает. Если не заходить в фирменную программу, часы все равно подконнектятся, но через какое-то время. Об этом вы узнаете, когда начнут поступать все уведомления за раз. Есть версия с NFC, но за пределами Китая по-прежнему этим пользоваться нельзя. Считаю, что по железу версия 7 Pro удалась. Осталось пофиксить софт и будет топ за свои деньги. По моему мнению, переплатить за большой экран и GPS однозначно стоит. И вообще, это первая модель, которую можно плотно ассоциировать с фитнесом и спортом. Что вы думаете по этому поводу, обязательно пишите в комментариях к этому видео. А на этом все. С вами был Вадим Ищенко на YouTube-канале ProTech. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!